Песня 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 Дядя жизнь мы оставляем должников нашим, и не веди нас в свое искушение, но и зваду нас в благороду. Глава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и дыне и пристой, и вовеки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Добрый день, уважаемые односельчане, добрый день, гости. Сегодня в нашем семейном православном центре большой праздник. Он совпал с престольным праздником иконы Казанской Божьей Матери нашего храма. И еще сегодня заканчивается наша летняя православная смена. Она уже стала традиционной. Выходите, выходите. И ты зовешь за собой облака, дай, дай, дай. Если ты вдруг, а не встретил пока, жаль, жаль, жаль. Мир похож на цветной лук. Если рядом с тобой друг, Друга взять не забудь, путь. Другом бега всегда будь. Песня здесь зря собирает друзей. Вкруг, вкруг, вкруг. На земле зеленая трава, усеянная длинными цветами. Слышно стрекотание кузнечиков. Поркают мотыльки и бабочки. Летают птицы. Слышны их голоса. Река имеет свой подводный мир живых существ. А если мы сядем на самолет возле телевизора? И там нас ждет необыкновенная красота. С чего начинается Родина С часовни у красных ворот С казанской заступницей матушки С которой стремится народ С чего же она начинается С признания в детских грехах Отчизна моя отражается В священника добрых глазах И кладом цветами Все стоят и молятся Просят Богородицу Матерь Света Всесвятейшая Серафим всех славнейшая С небом нас связующая Путь нам указующая От скорбей и бед у кровь А на форум нас покров Куда же мы теперь? Куда? Целый день прошел у Данилы И Анисьев забота Матрунушка, дочка лет девяти Тоже хлопотала по хозяйству А вечером любовалась Солнечным закатом Реченька ты, реченька ты, матушка Широко раскинулась ты, реченька Все твои берега в травушке, муравушке Мы с тобой вдвоем песенку споем Солнышко к тебе клонится Спой же ты со мной про Богородицу Про землю чудесную заступницу Мясо назовет от земных забот Ой, как стемнело Пора возвращаться домой Это я, соседушка А это ты, Данила Я тебя по голосу узнал Со мной еще Аниси и Матрона Мир вашему дому Только из печи вкусные, румяные, ароматные Разбирайте Берите, берите Скорее, скорее Тайники печатные, вкусные, нарядные Болочков, кумы, сметанка Все свежее, недорогое Путима, эй, Путима Возьму Путима, па Возьму Путима, па Нынче у меня гости А, погорельцы, знаю, знаю По всей Казани пожары полыхают Ведь вы, православные, Аллаха не почитаете Потому на вас и не является Иди, Путима, иди с миром А мы с своей верой сомневаться не стали Утро вечер мудренее Пойдем, Матронушка, спать А ну Неожиданно Да неожиданно тебе говорю Что стоишь бездельничаешь Вон работы сколько Пап, папенька А у деда Иосифа есть в избе икона Божьей матери Такая красивая, новая Ты что, глупенька, зачем ему новая икона Он же три года как ослеп Значит, это действительно был сон Неужели? Неужели сама Богородица мне приснилась? Что ты там ворочешь потихонечку? Мама, я сегодня такой сон видела Опять за свое? Ты опять за свое? Ты уже второй раз рассказываешь Матушка, мне сама Богородица Матушка, мне сама Богородица Привиделась И она велела, чтобы мы взяли с попелища нашего сгоревшего дома Ее икону И сказали об этом Архиерею и воеводе Вскоре икона явилась вновь в Матронушке Во время сна девочка чудесной силой Перенеслась на середину двора сгоревшего дома И здесь опять увидела икону Пресвятой Богородицы От ее лица исходили огненные лучи Какое страшное лицо Какие огненные лучи Я боюсь, что они меня зажгут Если ты не поведаешь глаголов моих Я явлюсь в другом месте Устала я, деточка Нынче ничего найти не могу Мимо шел старший сын батюшки отца Ермолая Здравствуйте 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 Чем заняты дом строитель? Как бы не так Икону ищем Матрона во сне видела, что на пепелище Икона Богородицы сокрыта Это правда Расскажи Ермолая Это правда Сначала она была жива Сначала дубная А потом строгая Только мы никак не можем ничего найти Всю землю перекопали А ты сначала вспомни хорошенько Откуда было сияние, когда ты видела А потом сама возьми лопату и копай Сердце у тебя доброе, мысли чистые И верь крепкая Потому Богородицы тебе и не бьют Не торопись А значит тебе и честь первую икону взять А я пойду В нашем Никольском храме Место достойное ей приготовлю Ой, моя лопата Подожди, Саша Ой, моя лопата На что-то наткнулась Да это кусочек сукна Нет, это иконы Откуда ты знаешь? Разве ты можешь видеть? Это она Это ее Я видела во сне Архиепископы и воевода Прибыв сюда Со слезами просили У Богородицы прощения За свое неверие Крестным ходом Отправились люди В ближайшую церковь Никольскую Отслужили они Торжественный молебен А после Все стали Иконы прикладываться Дядя Иосифа Дядя Иосифа Дядя Иосифа Когда идите иконы Поклонитесь Вам тут по шашку А я вам помогу Богородица Богородица Царица небесная Если бы ты Ты явила Свой лик нам Если бы На несколько секунд Ты могла бы Сделать так Сделать так Чтобы я тебя увидел Я вижу Я вижу ее Я вижу Царицу небесную И младенца Христа Вижу И руки свои вижу И ноги свои вижу И вас Прихожане вижу А ты кто такая? Разве мы знакомы? Разве мы знакомы? А ну как же Я тебе уже третий год Молоко и сметану продаю А, Фатима Ты такая молодая И красивая А ты что Видеть стал? Да как же это? Где же ты таких Лекарей нашел Которые трехлетние Слепотубы вылечили? Лекарей здесь Ни при чем Меня Матерь Божья Через свою икону Вылечила Так вот Эта самая доска Так вот Эта самая доска Которую Купелище нашли Это не доска Это икона В основном Московский трон Зашатался И началась В русском государстве Смута Страшное время Поляки Доплатили Москву Вся русская земля Встала против захватчиков В ополчении Которое возглавлял Князь Пожарский Был прислан Образ Пресвятой Богородицы И сказанием Весь народ И ополчение Наложили на себя Трехдневный пост И молились Молились Обращались С мольбой К Господу И Пречистой Матери За небесной помощью И молитва Была услышана Во все трудные Времена Для России Во всех Походах И войнах Русские воины Немедленно Брали с собою Икону Казанской Божьей Матери И всегда Страна наша Ощущала помощь Доступница Усердной Рода Крестьянского Так во времена Царствения Петра Первого Народу Пришлось Вевать Северной Страной Швеции Сошлись Шведские И русские Войска Под Полтавую Велел Петр Первый Носить Казанскую Икону Божьей Матери И всем Молиться И сам Со слезами Молился Умоляя Небесную Царицу О помощи Молитва Царя И простых Русских Солдат Была услышана Непобедимая Армия Шведов Пала Военкомате Случай Седой Парнишка Приходил Спросил Он Чтобы Не ухали В строй Молит 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 Веда Уменье Были Все Никто Не мог Понять Зачем И Лишь Царь Волган Спросил Его Чечня Водь 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 Седой Имя Ермоген Под видом Братства Братства И любви Страну Разрушили Злодеи Все Затопив В ее крови О люди О люди Люди Не грешите Не распинайте Вновь Христа На покаяние Спешите Отмойте Совесть До До Двид Водь 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 ПЕСНЯ 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 Большое вам спасибо и спасибо Господи за вашу доброту, за вашу любовь, за ваше мастерство и искусство, которое вы сегодня показали своим родителям и нам тоже. То, что, дорогие дети, это будущее вашей жизни, нужно быть смелее, настойчивее, не бояться, не стесняться, потому что доброе дело мы с вами делаем, а быть, наоборот, всегда на таком уровне, чтобы показать свою любовь к Богу и показать любовь к искусству, к мастерству своему. Потому что в будущем, в будущем, как говорится, не стесняйтесь, не стесняйтесь, а наоборот, как говорится, держите голову повыше, чтобы ваши разговоры, ваши песни и стихи были слышны и доходили до всех нас с вами. Спасибо вам. Откликается на наши призывы. Когда мы приглашаем сюда, в центр, для того, чтобы покормить наших детей, нам нужны были помощники. Каждый день родители приходили, мамы помогали. Приятно, что вы откликнулись с просьбой о помощи в организации стола. К нам несколько раз уже приезжали ваши детки, приезжали ваши люди, я не знаю, как назвать их, сотрудниками, добрые, хорошие, красивые, честные люди, которые занимаются вот здесь, можно сказать, на добровольных основах, с детьми. Приезжал батюшка с матушкой. Огромное спасибо им за их нелегкий труд. Большое спасибо этим детям, которых я сейчас вижу как у нас в центре, также на полу, смотрят непосредственно за то, что подготовили. Замечательную вы программу подготовили. Здорово вы выступили. Не переживайте. Молодцы. Приезжайте к нам в гости. Мы вас ждем. Открытого общения вот такого. Дали возможность поучиться на вашем примере. Какие могут быть вот открытые сердца у детей. Меня поразило, когда девочка ваша говорит, а мы шалаш недалеко от центра строим, чтобы если батюшка скажет там, прибегайте, мы сразу придем. А еще был такой случай, мы сидим за столами в трапезной, и мальчик, нас же много, педагоги, повар, родители. И мальчик говорит, матушка, матушка, ну что же он хочет спросить? Матушка, мне сосиску не хватило. То есть вы понимаете, кого зовут и к кому обращаются. Но что самое главное хочется сказать, милые родители, самое главное, детей мы ведем к литургии. Присоединяйтесь. Самое главное, не давайте вот этим зернам каким-то образом не прорасти. У нас замечательные с вами дети. Я хочу сказать большое спасибо двум Татьянам. Я хочу сказать большое спасибо Саше, Никите, Руслану, кого еще вижу, Лерочке. Всем-всем, я всех просто не могу перечислить. Антону, Васе, Дима, большое тебе спасибо. Ты великолепно справился со своей задачей. Спасибо большое, ребята. Любите, дети, старину, с ее былинными веками, с ее столетними церквами, к величию ведшую страну. Любите, дети, старину, любите древний наш уклад. С величией и славой царской, с отвагой доблести боярской и жизнь на наш особый лад. Под звон мечей и блеск лампад. Любите, дети, учить дом и нежность материнской ласки. Любите бабушкины сказки в кругу внучаток вечерком, у печки с ярким огоньком. Любите кровли бедных хат. Любите звон наш колокольный, характер русский, хлебосольный. И тех, кто, будучи богат, добром делится с нищим рад. Любите Русь, святыня плод, мир кроткой кельи монастырской, дух мощной рати богатырской, нас всех хранящих от невзгод. Любите, дети, свой народ. Всего вам доброго. Спасибо.